Итак, дамы и господа, представляем спортсменов супер-поединка Бой-реванш нашего вечера Абсолютная весовая категория Слева от меня, боец с весом 107 кг, 176 см Его рост 42 года Двухкратный чемпион мира по ADCC грэпплингу Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Многократный победитель турниров по MMA 49 побед, 13 поражений, 1 ничья Джефф Снеговик Монсор Итак, дамы и господа, дамы и господа Дамы и господа, дамы и господа С левой стороны Его веса 107 кг Он 176 см 42 лет Профессиональный рекорд 49 побед 13 побед И только один выбор Из Америки Американского топ-тима Мистер Джефф Сноумен Монсор И его соперник, стояющий справа от меня, боец с весом 111 кг, 189 см, составляет его рост 36 лет Многократный победитель турниров по боям без правил Чемпион мира по боевому самбо Чемпион мира по MMA по версии World Cup Mixed Martial Arts Сорок пять побед Девять поражений Одна ничья Украина спортивный клуб Аплод Алексей Алини 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 Девять поражений Шоколады. Окей? Шоколады. Итак, дамы и господа, в случае победы первого бойца Джеффа Монсона коэффициент 1,8. В случае победы Алексея Олейникова в первом и втором раунде коэффициент 2,0. В третьем раунде 1,4 ровно. И последний раунде, который мы все ждем, ждем. Джефф Монсона против Алексея Олейникова. Этот раунде был представлен для Олейникова по Аплодиспортклубу на его раунде. Так что, счастливый раунде Алексея, и дай лучшую победу. Алексей, начинка от страницы, И он является очень хорошим постраданием. Он не может двигаться на утрене, не может двигаться на утрене. Джеффа очень комфортно в каффициенте. Я думаю, что этот панч был очень близким к раунде. Джефф за руку Алексея. Если вы посмотрите первую борьбу Алексея и Монсеном, то есть очень близкий борьба. Вы посмотрите, что Алексей очень концентратен. Да. Он пытался сделать больше страйки, вместо первого, где было больше борьба. Я думаю, что Моклин страйки на Аликсея. Аликсея. Найсер. Лев hand from Jeff Монсон. Готово комбинация от Аликсея. Аликсея очень хорошо знала, что он никогда не был knocked down в один пункт. Думаю, что гранит шин. Аликсея очень хорошо знала в этом борьбу. Таким образом, это очень сложно. Он должен был подниматься, чтобы пройти его подниматься. И чтобы пройти к нему, чтобы он был на беде. Он был более высоким, но я думаю, что Jeff должен идти подниматься к нему. Да, я имею в виду. Девчонки нужно идти к такдону и быть на top, где он любит. Он не смотрит, что он может взаимодействовать в структуре. Алексей пришел к этой борьбе после одного месяца в Криме, в Украине. Да, Криме, весь командир от Уплотов. Особенно, Хайлополит, который пришел к этой борьбе. Настя, Крайлополит. Настя, Крайлополит. Монсон пришел к этой борьбе после победы Магомед Маликов на М1 турнире. Но, как считается, что результатов соревновал Маликов с Маликовым изменен. В первую очередь это было позже. Алексей продолжает пounding. Он будет плавать в его снижение. Ох, как он думает, как Маликов не полностью оценивался от его последний борьбе. Алексей не боится идти на землю с Джеффом. Он в гардеробе. И Джефф любит эту позицию. Да, потому что Джефф является мастер. Да, мастер. Мастер-мастер. Мастер-мастер-мастер. Мастер-мастер. Мастер-мастер-мастер пострадает в древне. Но мастер-мастер-мастер пострадает в гравлении. Но Мастер-мастер-мастер. Алексей пытался делать ноги, Он продолжает подниматься, Джефф. Он пытается подниматься руки. Да, конечно же. Джефф пытается протестировать его, чтобы не подниматься руки. Дальше, господа, основное время. Услуги хронометриста. 10 секунд до конца. На экране показывается ориентировочное время без учета остановок рефери. В первом разе закончилось. Продолжение следует, особенно в последнем минуте. Услуги. Да. У меня было два птица в борьбе с Малековым. Так что один из них может открыть. Давайте посмотрим, как хорошо он был. Итак, дамы и господа, мы поздравляем также с днем рождения почетного гостя нашего турнира и бойцовского клуба «Оплот», консула Российской Федерации в Украине Сергея Смирнова. Ваши аплодисменты. Да. И сегодня это днем рождения России в Украине, в Харькове. И он это проживает в «Оплот» спортклубе. Да. Да. Днем рождения России в Украине. Да. 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 Днем рождения России в Украине. Да. Да. Днем рождения России в Украине. Днем рождения России в Украине. Да. Да. И не боялся Монсен пытался победить с высокой амплитудной строки, Алексей обратил несколько строков к нему. Джефф пытался ударить Алексей с давлением бакавар. Джефф сблением бакавар. Он не может вести много панча. И он пытался снова и снова, с Органом Лайк. Всегда, с Органом Лайк, это очень мощный строк. Это очень опасно. Он находится очень близко к нему Алексей. Джефф Монсен. Джефф Монсен. Это мой любимый субмиссион. Нос-су-шоу. Но мы увидим сегодня. Что вы думаете? Мы увидим. Джефф Монсен. Джефф, он упал. И я думаю, что он уступает в баку. Он не очень проактивен, как Алексей. И Алексей был поддержан по всей громады. И это его джаз. И он хочет победить. Он имеет больше причин, чтобы победить эту борьбу. Джефф Монсен. Но Монсен бросает панча. Очень широкие и очень опасные. Я знаю. Но у него есть сильный болезнь. Он стоит должна посмотреть на его поверхность. Я знаю что нужно вам делать. Ис點 у него получается. Снижи – это какая-то. И Dashкан в статус. Он бросил его вниз, он идет к ренегидным шоком. Алексей Алиенович с Джефф Монсором с ренегидным шоком. Второй раз. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Дамы и господа, на третьей минуте, двадцатой секунде второго раунда. Блестящим, удушающим приемом победу одержал. Капитан спортивной команды, аплод. Алексей Алиенович! Огонь! А这个 уничтожитель… Аликсей Алиенович!